Приветствую друг другу. Здравствуйте. Смотрите, пожалуйста. Мы с вами сегодня собственно в чистом виде изучаем объектно-ориентированное программирование в том смысле, что изучим понятие класса в языке C++. Итак, классы в я сейчас не буду писать ключевое слово класс по определенной причине. Я вместо этого напишу слово страх. Скажу, что структура это и есть класс. Если эта структура языка C++, а не языка C, то она класс. Давайте сделаем структуру студента. Структуру студента. И этой структуре студент, у этой структуры студента есть следующие атрибуты. Inage Inage и И Ну, давайте я буду сразу пользоваться классом string тип строка. Ну, просто как есть, без объяснения подробного, как устроены строки. Просто строка string name. Пока, допустим, мне больше ничего не надо. Соответственно, если я на этом остановлюсь, то, как вы понимаете, будет возможность создать студента без имени и без возраста. Понимаете, да? Ну, давайте, по крайней мере, заложим сюда функции по работе со студентом. А именно, давайте сюда заложим функцию, которая будет его печатать, print. Да? Функцию print. Вот. А, и, прошу прощения, еще одну функцию, которая его будет инициализировать. Инициализировать и функцию, которая будет его печатать. Итак, функция, которая его будет инициализировать, ничего не возвращает. Это функция void. Я назову ее init. И что я должен передать этой функции? Ну, какое-то начальное имя и начальный возраст. Да? Значит, это будет string. Я сделаю отличие этого от того, чем? Ну, например, подчеркивание. String, подчеркивание name, да? И int, подчеркивание age. Тело этой функции я напишу прямо здесь. Чего можно вынести отдельно, и напишу его прямо здесь. А именно, в чем оно состоит? Age равно подчеркивание age, да? И не равно подчеркивание не. Тут нужно произнести так, стоп. А где age? Это же что? это какой у меня атрибут? Это атрибут экземплярный. То есть, у конкретного экземпляра студента, вот у меня есть int, may, я сделал конкретного экземпляра типа student, A, да? И у этого студента A есть name, да? А еще у меня есть студент B. A name Вася, B name, Маша. Да? Разные. Это чей age? Вот это, это чей? Как он узнает, когда я буду говорить A точка init? A точка init Петя запятая 17. Понятно, что он перезапишет, да? Я специально туда присвоил, просто чтобы было понятно, что там разные значения, это разные ячейки памяти, это A name и B точка name. А вот внутри этого init, как он узнает, куда записывать h и куда записывать петер? self нужен. А? Self О, да, люди говорят, нужен self. Ответ на это, C++ на это дает следующий ответ. Self не нужен. self здесь по умолчанию уже есть и он называется this. Причем его не обязательно использовать. Есть возможно, ну я сейчас напишу, как это можно написать по-другому, я синий сделал, чтобы не сливался. This это указатель на текущий экземпляр, для которого вызвана эта функция. функцию init называют метода, это метод. Метод это функция, которая погружена в пространство класса. Она для класса, внутри класса, и эта функция вызывается только для экземпляра, она не может быть вызвана просто так. я не имею права сказать просто так student два двоеточия и нет. Именно по той причине, что в этом случае будет неопределен this. То есть вот такая ситуация недопустима. ошибка. Да, он скажет извините, так нельзя, но правда он напишет чуть-чуть подробнее, он скажет вы вызвали нестатический метод, потому что это его имя, действительно init, student 22 учения init, это и есть имя этого метода, это правильное обращение к нему, просто его так вызывать нельзя, потому что он нестатический. Оказывается существуют статические методы, про них я еще скажу чуть позже. А пока надо знать железно, что методы вызываются для конкретного экземпляра и соответственно в зависимости того, для какого экземпляра его вызвали, то и будет означать this. Соответственно я могу как сказать this стрелочка name да, и this стрелочка age но в c++ можно вот это не писать. Если нет локальной переменной age и локальной переменной name, то есть которая прямо здесь внутри функции введена, то age и name будут попытка поиска их среди атрибутов данного класса. понятно? То есть он сам разберется. Надо сказать, что это редкое место в c++ короче, чем питон записывается. И я бы сказал, что здесь питон в преимуществе, потому что в питоне вы никогда не перепутаете атрибут и параметр, атрибут и глобальную переменную. там вы всегда видите, что это self-age, self-name. Понимаете? Здесь мы этого не видим. Здесь age равно, и вы можете не осознать, что это был атрибут. Понятно? Будьте аккуратны, пожалуйста, при работе с атрибутами в методах. Хорошо? Но, тем не менее, в c++ это просто обращение age, значит, это age данного студента. Так, ну что же, мы с вами сделали void и нет, а как же нам сделать print? А print нам вообще не требует никаких параметров, потому что все, что нужно печатать, и так у нас есть. Правильно? И так у нас есть все, что нужно. А именно, что я сделаю? Я сделаю seout, но я сейчас буду считать, что std подключен у меня. seout name равно name запятая age равно age. Ну давайте и конец строки еще будет. Перевод каретки в кавычках. Или end of. все, на этом функция принт закончена. Пока больше ничего со студентом я делать не собираюсь, поэтому на этом структуру студента я закрываю и ставлю точку запятую. Все, класс описан, можно действительно создавать, и можно студентов инициализировать, и можно отпечатать про студентов. а.принт с круглыми скобками пожалуйста он напечатан. Но надо заметить некоторую тонкость. Если я сделаю b.принт то что я увижу? Здесь понятно, что я увижу. 517 я увижу. А b.принт я увижу Маша и какое-то случайное число. то есть это будет написано Маша и 17368. Почему? Потому что b.h я забыл инициализировать. Понимаете? Это мелочь. Но тем не менее хотелось бы возложить на компилятор контроль. Чем хороши копилируемые языки? Тем, что они позволяют контролировать программиста на этапе компиляции. То есть чтобы я обнаруживал проблему не в момент когда программа уже работает на компьютере конкретного пользователя. А в тот момент, когда у меня вот здесь вот происходит компиляция и у меня он раз и говорит о стоп подождите подождите невозможно создать студента без имени и возраста. Понятно? А вот эту проблему чтобы решить мне нужно сделать этот инид. Во первых вызываем автоматически при создании класса то есть конструктором конструктором помните такой был метод у нас питоне и нит с двумя подчерками. А здесь это просто название все оно никак не вызывается стираем это имя и вместо этого просто пишем дублика имени типа класса причем не пишем войды пишем просто студент ну стирается зачеркните прям именно зачеркните потому что я видите итеративная двигатель не надо переписывать код именно зачеркните и напишите вместо этого студент конструктор это особый метод конструктор это особый не сюда конструктор конкретно этот метод и этот метод и вот этот метод но этот метод это конструктор это собственно особый метод который вызывается при создании объекта. Объект считается созданным только тогда, когда конструктор закончился. Пока конструктор не закончился, объект не является еще до конца созданным. Понятно? Память под него выделена, но еще значения не записаны. А может быть, динамическая память требует выделения. Еще что-то нужно. В общем, до этого момента, до финиша конструктора, еще объект класса Student не будет создан. Надо сказать, что то, что сейчас я init переименовала в Student, меняет все радикально. И вот этот программный код нам придется реально переписать. Потому что теперь он, извините, я сейчас еще раз чертаю, работать не будет. Работать не будет, причем с первой буквально строки. Почему? Потому что у меня откажется создавать экземпляр А просто так. Невозможно создать студента без имени и возраста. А как? Подождите, ну я же должен его как-то заложить туда. Да? Как-то мне туда отправить надо. Это делается следующим образом. Я записываю в скобках параметры этого вызова функции. То есть я сейчас делаю аналогию с питоном. Сейчас я это напишу сюда. Вася, запятая 17. Чего я добиваюсь? Чем сам? Что у меня инициализация возраста и имени происходит. Да? Я могу их инициализировать. Вот. Но без них, да, не инициализировать не могу. Что произошло? Если бы вообще не было конструктора, у меня только что как-то был метод имит, но конструктора не было, на самом деле компилятор C++ создает неявно, то есть он это делает втихую от нас, два конструктора. Два конструктора. Один из конструкторов это копирующий конструктор или клонирующий. И второй конструктор это конструктор по умолчанию. Кроме того, что, во-первых, я их тут не вижу, тут как будто бы два метода, еще которых я не вижу. И еще там, на самом деле, еще один оператор прячется. Это оператор присваивания, оператор равно. Дело в том, что для студентов, у меня второго студента тоже придется вот так с параметрами писать. Нельзя его. Я вот так взял, запятая, и на новой строчке, там, Маша, 18. Но, тем не менее, я имею право написать вот так, B равно A. И вот эта операция единственная, которая допустима для пользовательских типов. Для чистых C-шных структур, в чистом C, эта операция всегда побайтное копирование. Для C++ ее можно заменять. Но пока давайте это не трогать, а давайте еще раз обсудим, а что же произошло, почему я не могу теперь просто так создать объект. Дело в том, что этот самый конструктор по умолчанию, конструктор без параметров, как бы конструктор с пустыми скобками, потому что фактически вот это вот, это как будто бы я вызвал A с пустыми скобками, ММБ с пустыми скобками, понимаете? А такого конструктора, который не потребляет, ни одного параметра нету, понятно? Точнее, он был, он был неявно создаваемый, но в тот момент, когда я создаю конструктор своими руками хотя бы один конструктор я напишу в телекласс, компилятор тут же поднимает руки, говорит, все нормально, я не буду делать никаких конструкторов. Но на самом деле он не будет делать один из двух конструкторов. В клонирующий конструктор он все равно будет делать. Что такое клонирующий конструктор? Дело в том, что он втихаря делает еще один конструктор, который принимает в себя объект типа student. то есть, когда я создаю с на основе а, то он это сумеет сделать, несмотря на то, что я такого конструктора с одним параметром не прописывал. Понятно? Непонятно. Кому непонятно? Так, я попробую все равно объяснить. У меня у этой функции сколько параметров? Два. Здесь у меня должен формально быть вызван конструктор с одним параметром. Такой конструктор есть? Ошибка компиляции. Ну, простая модулька, да? Это понятно? Да. Но на самом деле для типа student student объектом, other, да, такой неявный, его тут нету, но на самом деле компилятор его туда впихивает. еще один конструктор, понятно, который умеет. То есть, несмотря на то, что у меня нету, да, вот здесь вызывается клонирующий или копирующий конструктор. клонирующий конструктор. Да, можно. Про его переопределение мы еще поговорим, это будет некоторый момент обязательно нужно, без этого мы помрем. Точнее, помрет наш программ. Сегментейшн фолл получается. Вот, пока просто вы знаете, что он есть. Итак, есть два конструктора. Конструктор по умолчанию, который исчезает. Значит, так и напишите, что вот в этом варианте student D точка с запятой нельзя. Нельзя. Так как не создается, не создан конструктор по умолчанию. конструктор по умолчанию, то есть дефолтный. Конструктор по умолчанию. В скобках напишите без параметра, то есть тот, который не требует параметра. Ясно, что за зверь конструктор по умолчанию? Если в классе среди методов не описан ни один конструктор, то компилятор впихнет туда конструктор по умолчанию, потому что иначе вообще не получится создать экземпляр класса. Понятно? То есть как вот в том случае, если бы компилятор не сделал втихаря конструктор по умолчанию, то мы бы просто в принципе не смогли создать экземпляр А и Б. Понятно? Экземпляр студентов. Поэтому он его и создает. Но как только вы хотя бы один конструктор сделали своими руками, он тут же говорит, я не буду, все нормально, конструктор по умолчанию теперь отсутствует сразу. Если хотите, напишите конструктор по умолчанию своими руками. Понятно? Ну, кстати, конструктор является обычным методом, почти обычным методом, за исключением того, что у него нет возвращаемого значения, в нем не может быть return. Понятно? В нем есть this, но в нем нельзя делать return. А если я в конструкторе напишу значение, то я вам могу уже просто вызывать? Что ты имеешь в виду? Как в питоне там с тремлением равно. А, в данном случае, пожалуйста. Но это только потому, что пока что у меня H&L не спрятано, а мы сейчас этим, собственно, займемся. Дело в том, что мне, видимо, придется еще пописать немножко. Вот проблема пойдет. По-хорошему, я не должен иметь возможность переименовать студента. То есть, я могу добыть его getName, я могу сделать такую функцию, она будет называться getTor, для того, чтобы вытащить, узнать имя, не распечатывая его на экран, просто его получить в качестве значения. Понятно? Но setName, или напрямую a.name туда прописать, вот, такого по-хорошему я не должен допускать. Был у Васи, а стал Петя. Ну, что это такое? Понимаете? Так не должно быть. Как мне это запретить? Запретить это можно? А? Нет. Нет. Он не должен являться константой, потому что его надо инициализировать в конструкторе. Почему мы не можем менять поля? Почему я хочу это запретить? Да. Давайте так, я напишу большое слово, которое требует пояснения. инкапсуляция. Это один из трех китов, на которых держится C++. Точнее, объект ориентированное программирование в C++, потому что C++ это не только ООП. Инкапсуляция, полиморфизм и наследование. В прошлый раз был полиморфизм, когда я Вам рассказал про то, что функция может быть вызвана или позапрошлый раз, что функцию можно создавать и перегружать с разными типами. Да, тут можно написать много разных тел функций, да, при одинаковом ее наименовании. Полиморфизм Вы узнали, до наследования мы еще не дожили, а вот инкапсуляция это что такое? Представьте себе, что у меня есть некий объект, допустим, биологическая клетка. У нее внутри есть ядро, да, какие-нибудь вакуолия, там, митохондрия какая-нибудь, что-нибудь еще там внутреннее, там, штуковина органеллы, да, и я беру и к ней, что называется, каждый леший, который хочет, берет и влазит, перекручивает, меняет, что хочет. То есть, это какое-то публичное совершенно безобразие. Да, это не вполне нормально. Дело в том, что у нормального объекта должна быть какая-то система самозащиты и взаимодействие с ним по-хорошему должно происходить не через запись атрибутов. Да, то есть, давайте так, взаимодействие, запишите, взаимодействие с экземпляром класс должно происходить через методы, а не через присваивание, не через изменение атрибутов. Через изменение атрибутов. Даже если вы хотите, не знаю, изменить ДНК условно, да, то есть, вы хотите что-то записать туда, да, в этом случае это изменение может иметь сопутствующее изменение, понимаете? Вы должны сделать действие по изменению, потому что, кроме того, что реальное изменение вот это затрагивает, возможно, что-то еще должно произойти, о чем вы не знаете. то есть, класс должен иметь возможность выполнить какие-то действия, а действия, они находятся где? Они находятся внутри методов, то есть, нужно позвать метод. Давайте сейчас с вами разберемся с возрастом, очень хороший пример с возрастом. Ну вот, и так мы сделали студента, которого обязательно есть имя возраст, когда мы его создаем. Давайте теперь, я не буду переписывать вот это дело, все, в смысле, это и это я считаю уже существующим, я допишу туда еще один, а, да, сейчас, одну секундочку, use case, use case, некий товарищ, вот тут я это делаю, сделав студента, выдав ему возраст, берет и делает следующее, студент, а, Вася, 18, он берет и делает ему, а, точка, age, плюс равно 1, ну, казалось бы, все окей, все нормально, но какой студент изменив свой возраст на один год не отпразднует, это дело громко и с тортиком свечки, нужно отпраздновать, то есть, я создатель, я создатель класса студент, хотел бы, чтобы когда возраст студента увеличиваться, происходило следующее действие, сяут, да, Вася, а, прошу прощения, а, точка, name, да, теперь, ой, прошу прощения, в кавычках, теперь, и новый возраст, age, чтобы все это знали, ну, по какой-то причине, вот, дополнительное действие отпраздновать день рождения, да, мало того, этот негодник может взять и сказать следующее, а, точка, age, там, равно 20, то есть, он берет и начинает, там, вот я говорю, публичное безобразие устроить, то есть, он меняет этот атрибут, как ему хочется, причем, даже в обратную сторону, ладно, вверх еще хотят, можно себе представить, раз ему возраст меньше вписал, я хочу запретить такое безобразие, то есть, как я это могу сделать, но есть вариант какой, давайте сейчас сделаем getter и setter, ну, в принципе, для возраста можно сделать getter, но как я буду тогда изменять возраст, давайте с вами сделаем, значит, мы с вами сделаем два метода сейчас, у этого студента, они ниже вот этого дела, я убрал скобку и точку запятой, как бы вот туда я дописываю два метода, итак, это метод, который возвращает мне int, назову его getAge, getAge, он ничего не получает, и просто делает return, давайте, я сейчас сэкономлю строчку, хотя это не совсем красиво, но вот так вот, я прямо тут напишу, returnAge, точка запятой, скобка закрывается, примитив, но тем не менее, сама возможность вот так это дело получить появилась, а теперь давайте, раз получилась возможность это получить возраст, запретим прямое обращение к age, да и к name давайте тоже, сделаем их private, 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 двоеточие, является квалификатором доступа, он запрещает, запрещает обращаться ко всему, что находится ниже в определении класса, то есть нельзя напрямую возраст редактировать или узнавать даже, нельзя напрямую менять name, вы не поверите, нельзя вызывать конструктор, нельзя распечатывать, нельзя gate age, потому что они тоже private, ну непорядок, то есть private надо, но не все, приватными у меня должны были стать только атрибуты, вот эти два, что ж, я начну новый квалификатор, этот квалификатор, этот квалификатор будет называться public, понятно, да, собственно структура, struct, она и есть публичный класс, давайте сделаем эту пометку, что структура, struct, это класс, в котором по умолчанию все public, понятно, то есть структура это публичное, это все, потому я и не стал писать слово класс, зачем, если есть слово struct, и проще осознать, что просто, да, метод мы туда погрузили, это уже вполне себе класс, вопрос какой-то есть, структура это публичный класс, да, структура это класс, в котором, если я никаких квалификаторов не напишу, в котором все публично, да, а можно написать, какой квалификатор ровно на один открыт, написать public, или private int h, это в java, там именно такая логика, то есть там каждый раз упоминаешь, что private, а что public, в c++ не так, там именно открываешь квалификатором секцию, но их можно менять по очереди, private, public, private, public, то есть сколько раз можно повторять, то есть и в него попадает много объектов сразу, ну как var в Pascal, один раз написал var и куча переменок, там секция type и пошел кучу типов описывать, понятно? А можно ли добавлять методы в собственно структуру, ну просто написать... Отдельно потом? Нет. Вообще никак. Нет. А namespace? В пространство имен являются расширяемыми, а структуры нет, и класса. Надо понимать, что структура это тип данных и компилятор должен по окончании, вот когда он увидит точку запятой, точно осознать, что он все атрибуты уже увидел, что он с айзовом ее взвесил, он знает, сколько она будет весить в памяти и какие методы с ней будут работать, потому что наличие методов виртуальных, например, оно определяет размер структур памяти. Методы нельзя дописывать. Они должны быть хотя бы упомянуты, то есть возможно такая ситуация, что описан в заголовок метода и стоит точка с запятой, а тело метода написано уже отдельно, так можно. Но, ну да, правда, при этом придется писать уже полное имя. Стюдент два два и точка принт и потом тело. Понятно? Ну, заголовок придется повторять с полным именем этого метода, а пока его описывают и тут его коротко записывать удобно. Да? Еще. Получается, нельзя записывать как их там атрибуты отдельно и заперли? Нет. Козей пятую ногу, помните, я рассказывал, да? Вот здесь Козей пятую ногу нельзя. Все объекты одного типа имеют одинаковое количество атрибутов и у всех этих атрибутов одинаковые типы. у икса будет тип, который заложен быть иксу, у нейма стринг, у эйджа ин, а других атрибутов быть не может и создавать новые нельзя. Еще вопросы? Может вопрос о питоне оопе тоже на инкапсуляции основы? Нет, в питоне инкапсуляция практически отсутствует. То есть там это свободно можно делать? Там сделано каким образом? Те атрибуты в питоне то есть там класс является в принципе публичным, но если я делаю подчеркивание к имени, ну я не знаю, подчеркивание то это подчеркивание намекает программисту, что дорогой это вообще-то не совсем для посторонних, это для внутренней атрибута. В него лазить руками не стоит. А если вот такой, то пожалуйста это для того, чтобы ты им пользовался. Ну не знаю, класс point и там xy. Понятно, да? А еще есть в питоне для реализации хоть какой-нибудь инкапсуляции типа private, да, есть возможность делать два подчеркивания. То есть давайте два подчеркивания c равно 30. Вот такие атрибуты с двумя подчеркиваниями, они извне класса недоступны по той причине, что происходит такое приседание подмена имен. То есть на самом деле этот атрибут называется по-другому, но изнутри класса он называется два подчеркивания c. Понятно, да? То есть там инкапсуляции нет. А если на игру? А? А если на игру? Пожалуйста. Идешь, наверное, мой, я не знаю, никак не занимался этим. Так, ладно, короче говоря, я сейчас сделал H и NAY приватными и тем самым я прямые обращения автоматически запретил. И вот это, ну, кстати, и вот это, и вот это. То есть так нельзя. Если хочешь узнать возраст и напечатать его, например, то, пожалуйста, делай так a.getAge через метод пожалуйста можно узнать возраст. Понятно? Так. Пока не вопрос, да? А как там увеличивать возраст и праздновать день рождения? Для этого сделаем метод, который позволит нам, собственно, это делать. Да? То есть я делаю, я не буду делать, а так, если я сделаю метод setAge, давайте я сделаю метод setAge, а потом скажу, почему это плохо. SetAge, да, он получает параметр int подчеркивание age и занимается чем? Он делает age равно подчеркивание age. В этом случае, несмотря на то, что вроде бы я запретил изменение этого плюс равно 1 без празднования дня рождения, тем не менее, пользователь может выпендриться и сделать примерно вот так. a.setAge в скобках a.getH плюс 1. Понимаете? То есть я, конечно, заставил его писать подольше, но запретить ему не могу, потому что он все равно изменил возраст и не отпраздновал. Это значит, что мне надо в тех атрибутах, для которых мне не требуется давать возможность изменения, не давать ее, то есть не писать этот самый сеттер. а что сделать? Я лучше сделаю функцию старения aging. Параметры ей не нужны и вот внутри этой функции я напишу собственно age плюс плюс ну или плюс равно 1 и собственно сиау, который теперь поскольку другого способа поменять возраст нету, кроме как на единичку не отпраздновал день рождения, это теперь будет сделать нельзя. Сиау, да, теперь теперь name и пишу сколько лет age лет ясно? За счет этого я будучи автором класса могу до некоторой степени командовать тем, как этим классом будут пользоваться. Определять поведение, что-то запретить. Ну давайте еще немножко перед перерывом мелочи сделаем. Вот, я это сделаю прямо тут, я не знаю, как вы это будете записывать. Я сотру слово private и слово strust, а напишу здесь слово класс. Класс это неприватный класс, да, неприватная структура, а прошу прощения, непубличная структура, то есть приватная. В классе по умолчанию все правильно. То есть если ничего не написано, значит оно никому не доступно, только самому экземпляру. Понятно? Сам экземпляр сможет обращаться к H&M внутри своих методов, все посторонние не смогут. То есть я за счет этого сэкономил слегка. Хотя, вы знаете, часто даже в классе пишут класс и все равно прописывают private, чтобы было видно, что эти атрибуты приватные, чтобы это визуализировали. А теперь перейдем. Спецификатор доступа к полям классов рассказал конструктор, но я не рассказал еще кое-что. А именно, давайте с вами сделаем студента, давайте со студентом наверное пока все. Со студентом пока все. А мы с вами сделаем такой класс, который опишет нам так, что у вас последний делали? Стэк у вас был, да? Очередь вы делали. Вы делали очередь с указателями. Я хочу сделать такой класс, который будет в себе инкапсулировать массив. Я вам говорил какая польза в этом есть. Давайте сделаем класс, в котором внутри описан массив. И заодно я поставлю проблематику на будущее для следующей лекции. Итак, array с большой буквы уже. Класс array. Сейчас я уже сразу делаю его классом, сразу буду там приватные поля у него делать. Я не буду писать слово private, только по умолчанию, то, что я пишу, будет правильно. Я хочу, чтобы этот массив был переменного размера. И его размер задавался при его конструировании, в конструкторе. То есть, в конструкторе я выделял динамическую память необходимого объема. Понятно? Что я сделаю? Я заведу такой атрибут, ну пускай там int у меня хранятся, пускай он будет у меня тривиальный, int. m. m. m это у меня будет хранилище, одномерное, но звездочка m. То есть, это у меня указатель на int, и я в него только нужно что-то сделать? Ну, колок. Нужно выделить память. Линью сделать. А я буду делать через нинь. Еще я хочу знать сколько у меня там сейчас памяти аллоцировано. Я хочу знать объем аллоцированной памяти. Соответственно, int allocated size. allocated size. И еще аллоцированной там может быть много, тысячи элементов, 10 тысяч, а реальная его заполненность как список, чтобы я мог его делать переменного размера. Я хочу сделать собственно уровень его заполненности. Естественно, что уровень заполненности должен быть меньше или равен уровню аллоцированных элементов. Соответственно, это у нас будет его просто size. Давайте сделаем. просто size. Вот собственно три базовые переменные, которые мне нужны. Теперь описываем публичные его методы. Первый главный в данном случае метод это конструктор. Это конструктор, который я назову array. И ему нужно передавать какой-то размер, сколько аллоцирован. Да? собственно int allocate. Ну, давайте я вот так назову allocate. Да? Именно. И здесь внутри я сделаю следующее. Я реально пытаюсь этот размер памяти взять у операционной системы. я напишу m равно new int количество allocate. А теперь мне надо проверить, выделили мне операционную систему памяти или нет. Если у меня m равно равно null ptr, то есть у меня память не выделена. В этом случае я что сделаю? Ну, я в этом случае себе в этот allocate size пишу 0. Ну, чтобы я знал, что у меня аллоцировано 0 байт. Я там ничего не смогу туда записывать. Это не тот стук. Ну, соответственно, я себе просто сюда отмечу allocated size равно 0. А иначе else а если ну давайте открою, чтобы помещалось покрасивее. Else allocated size равно allocate array. Все? Да? Красота? То есть у меня в итоге, когда я конструирую объект типа array, у меня выделяется память. Однако у меня возникает утечка. Более того, она страшная и неустранима. По-хорошему, надо сделать delete m, delete квадратной скобки m. Но где я буду это делать? Ведь m у меня является закрытой приватной переменной. Причем желательно это делать автоматически в тот момент, когда у меня объект перестает существовать. это действие делается в деструкторе. Для этого мне требуется написать, вот я продолжаю вот это дело вот сюда. Если у вас есть возможность, продолжайте на том же уровне. И создаю такой метод, который называется тильда имя класса. В данном случае тильда array. Он как и конструктор не имеет возвращаемого типа, не возвращает ничего, при этом у него нет параметра. Это деструктор. Деструктор всегда без параметра. Понятно? И деструктор крайне удобен для тех случаев, когда мне нужно, например, очистить тот ресурс, который я в конструкторе получения. То есть, в этом случае я делаю дверь квадратной скобки m, и я в каком-то смысле могу быть почти спокойным. Ну, давайте я покажу. Я сейчас не буду писать ни гекторов и того элемента, ни септоров и того элемента, ни перегружать оператора, потому что я еще не объяснял, что можно перегружать и как это делать, перегружать оператора. Пока это не будем трогать. А вот давайте покажу, где же возникает утечка памяти, потому что у нас время уже почти не терпит, и мне надо показать к следующей лекции в чем проблематика здесь. Почему здесь не все классно, не все хорошо. Смотри, вот я беру и создаю себе array. Ну, кстати, вот сейчас у меня этот array, экземпляр array, нельзя создать, не указав размер количества аллоцируемой памяти. А, я забыл еще одну вещь, я забыл сайз равно нулю написать, ребята, забыл, по-любому сайз равно нулю, ну, потому что я создаю его, аллоцируем память, но реальную заполненность выставляю в ноль, мелочную забыл. Сюда возвращаемся, да? Сейчас мне обязательно указывать аллоцируемый объем памяти. А, в принципе, хотелось бы, чтобы можно было это игнорировать, и он какое-то значение брал по умолчанию. Никаких проблем, как у любого, как у любой функции, я имею право написать значение по умолчанию. Ну, пусть он по умолчанию 100 элементов у меня отхапывает, отберет. Понятно? Если я не написал, то он под 100 элементов нацеливается. Ну, для примера. Понятно? Вот. В этом случае у меня конструктор не автоматически генерируемый, то есть у меня явный конструктор, да? Но этот конструктор является функцией с значением, с параметрами по умолчанию и допускает у меня вызов без параметров. То есть этот конструктор имея параметры одновременно играет роль конструктора по умолчанию. Понятно? Итак, что я делаю? Вот у меня создался, давайте пусть это не мэй будет, это будет м, но чтобы это не совпадало с временем жизни программы. Так вот, момент вызова конструктора ввода. Когда создался объект, тогда создался, тогда вызовался конструктор. А вот вызова деструктора вы тут не видите, его тут вроде бы нет. На самом же деле, в момент, когда переменная выходит за область видимости, потому что сама переменная А лежит на стеке, она автоматическая, в этот момент вызывается деструктор. То есть вот тут происходит вызов деструктора. ну и казалось бы, классно и супер классно. У нас работает так называемая RAI принцип resource acquisition is initialization. То есть у нас ресурс запрашивается у операционной системы в конструкторе, а очищается в деструкторе. Красота? Красота. Правильно? Я точно не забуду сделать delete. У меня точно не произойдет утечки и память. Прямо с высокой точностью, да? Ну, давайте покажу. Не все-таки точно. Смотрите. Я выделю еще рядышком один массивчик. А, ну, кстати, я еще одну штуку не показал. Такие переменные можно создавать, переменные классового типа можно тоже создавать при помощи new. В этом случае я делаю array звездочка p равно new array и в этом случае как мне передать параметры конструктору? Вот там, где я пишу new array, вот там в скобках это параметры конструктора. То есть, если в случае создания автоматической там в скобках после имени переменной, то в случае динамического выделения там в скобках после имени типа там где new array и там в скобках мы пишем параметры конструктора, ну, там, не знаю, тысяча. Ну, вот как-то так. Давайте я сделаю вот здесь еще запятая b200, ну, чтобы у меня было конкретное место. Кстати, да, еще. Вот здесь давайте я сделаю delete p, в данном случае без квадратных скобок, потому что я один экземпляр p делал. нет вопросов? Короче, здесь есть явная строка, где вызывается деструктор, то есть перед очищением памяти выделенной под объект типа array вот здесь еще и вызывается деструктор. Между прочим, это крайне важно, потому что если я вызову создание памяти под объект при помощи коллока или молока, то память выделится, а конструктор не вызовется. А вызвать конструктор руками нельзя, он вызывается только автоматически и все. То есть нельзя для классовых переменных молок и коллок использовать нельзя, для них только new. Понятно? иначе вы не сможете вызывать конструктор. Free в отличие от delete деструктор не вызывает. Поэтому опять та же проблема. То есть как вы будете деструктор руками вызывать? Его запрещено, его нельзя просто так вызвать. Понимаете? Дальше. Теперь смотрите, это пока все нормально. То есть здесь у меня конструктор вызван, array создаваясь, хапнула еще себе тысячу интов в памяти, удаляясь, он перед тем, как удалиться сам, память под сам array удалится, тут указатель и вот эти два из памяти удаляются, перед этим подчищаются эти тысячи интов. Да? Но, но, смотрите внимание, я делаю b равно a. Что? Можно так или нет? А? Еще раз. Плохо. Во-первых, к сожалению, да, это можно. Не, ну, к сожалению, вообще это глобально хорошо, что можно копировать объекты, но копирование здесь произойдет так же, как и для всех остальных хишных структур. То есть побайтовая перегрузка одних значений одного указателя в другой. И у меня получится, что объект b, конкретный объект b и конкретный объект а. Вот они. А, b. У объекта а жил был указатель, ну, какие-то числа там были, но, кроме того, там жил указатель на сколько-то? 100 байт. Не 100 байт, 100 интов. У b тоже жил был указатель и еще два числа. У этого жил указатель на 200 интов, другую область памяти. А потом, я говорю, b равно a. Что мне произошло? У меня произошло побайтовое копирование этого. То есть, у меня этот указатель начал указывать на ту же самую область. Первое. Я потерял сейчас указатель на вот эту область. Если бы в c++ был сборщик мусора, он бы сказал ам-ам-ам. Но сборщика мусора нет. поэтому, если я потерял указатель на область памяти, то это тупо утечка памяти. Второе. У меня будет двойное освобождение, у меня будет двойной delete. Я два раза буду пытаться эту область памяти удалить. То есть, в момент, когда у меня закончится функция f, у меня произойдет деструктор а и деструктор б. Оба. В результате у меня эта память будет пытаться освободиться дважды. Это тоже ошибка. Ошибка в плане он будет вызывать ошибку или в плане того, что это ну просто? Алексей, двойной delete вызывает ошибку? Если не нулевой указатель, он не нулевой в данном случае. Не нулевой, потому что указатель будет по-моему. Дабл фрикарапшин. Это ошибка, которую вашу программу просто прерывает выполнение. Так. Ну что? Значит, с этим понятно, да? Поэтому оказывается, что собственно это дело не работает как надо. Не работает как надо. И вызывает суровые существенные ошибки. Ну и та же проблема будет у нас с конструктором клонирования, который обычно работает хорошо. то есть я делаю рей там с на основе а и он вызывает тот конструктор, который я не ожидаю, потому что его тут не написано. Он вызовет тот конструктор, который я могу его как бы написать, он будет похож, не совсем то же самое, но по логике вещей он будет выглядеть вот таким вот образом. Рей получает там ссылку константную ссылку const array ampersand ну давайте я не знаю как его назову x и он делает что? Он говорит m равно x точка m allocated size равно m allocated size ну я сокращаю для краткости и что там size равно x точка с то есть он просто копирует оттуда эти числа. Никакого молока ну никакого new там нету то есть память не выделяется то есть я здесь в данном случае создаю объект c на основе а методом тупого копирования ну потери памяти не произойдет потому что она просто не выделена да но w free все равно возникает при попытке удаления этих объектов а ну кстати мало double free на самом деле может оказаться так что а объект удалился благополучно подчистив за собой память а у объекта c висячий указатель уже незаконное пространство и обращение по этому указателю segmentation fold тоже не радостно понятно они же могут не одновременно удаляться эти два товарища поэтому с этим делом тоже да то есть у нас вот этот конструктор клонирования который втихаря компиляторно подсунул он не работает в тех ситуациях когда объект у нас в конструкторе выделяет динамическую память а в деструкторе освобождает поэтому для того чтобы реализовать вот эту концепцию райи нам нужно взять в свои руки оператор присваивания взять в свои руки этот самый конструктор клонирования так ну что давайте проверим что я еще не сказал указатель на объект указатель на объект работает без проблем ну вот я показал его фактически да обращение к методам будет идти по стрелочке то есть звездочка P вот если я буду его использовать да вот давайте пишу его используем звездочка P в скобках точка ну если у него были бы какие-то методы ну например метод print допустим да то вот как-то там да но можно короче записывать через минус и больше да получается стрелочка P стрелочка print это одно и то же вот ладно дальше я пока не углубляюсь статические методы сегодня у нас по-моему не запланированы да одну вещь расскажу одну вещь расскажу а именно есть еще одно место где вот этот самый злостный конструктор планирования крайне нужен это передача объекта в функцию предположим у меня есть какая-то функция void g которая получает экземпляр array array x эта функция что-нибудь сделает с ним не важно что но я воспользуюсь этой функцией где-нибудь вот тут вот давайте я возьму и сделаю r ой как g я назвал я из функции f назову функцию g g от a безобидно выглядит правда ну правда безобидно я взял объект передаю его в качестве параметра внутрь функции логично а на самом деле для того чтобы x это кто кто такой x это параметр фактически параметр да под x создается новый объект потому что а мало ли вы x модифицировать будете да это же не должно отразиться на том объекте правильно вот x выделяется новый объект сюда что происходит копирование а как оно туда происходит вы об этом не задумывались а ведь оно на самом деле производится конструктором клонирования то есть вот этот x является тоже экземпляром типа rate является копией этого значит что если конструктор клонирования просто запретить а это можно сделать знаете как я могу здесь вообще ничего не писать пусть даже написано но у меня есть такая замечательная возможность я могу сделать его приватным private и до свидания у меня компилятор при попытке вот так вот сделать компилятор будет говорить а нельзя то есть я могу любой метод я включаю конструктор или некоторые из конструкторов можно сделать приватный можно сказать а нельзя вам как круто но тогда простите нельзя и вызывать функцию g да но правда это все таки неплохая ситуация она по крайней мере напоминает тому программисту который будет пользоваться нашим классом она ему напомнит и скажет извини ты пожалуйста не делай такие функции а что будет если я хочу все таки запретить конструктор клонирования сделать его приватным могу как мне ну как я не буду отказываться от структурного программирования от функций мне надо передавать этот array внутри функции чтобы там что-то с ним сделано лучше по ссылке указатели указателями можно но лучше по ссылке array альберсант x но правда есть такой в этом случае у меня x является альтернативным именем того самого а я тут его нарисую для которого он то есть x на самом деле является ну как бы постоянно константным постоянно разоминованным указателем на него но я получаю дополнительную неприятность я теперь при помощи функции g могу случайно этот x модифицировать ну я а? абсолютно верно и это является нормой нормой передачи объектов ну или экземпляров класса объектов внутренней функции является передача по константной ссылке в этом случае в этом случае компилятор во первых гарантирует той стороне которая вызывает гарантирует что этот объект не изменится не тратится время на создание объекта не возникает проблем с двойными ссылками с двойными указателями какую-то область памяти с двойными освобождениями потому что просто не создается новый объект и попытки модификации преследуются компилятор будет бить за это то есть того кто начнет модифицировать функцию уже он будет он будет говорить извини но это константная ссылка тут модифицировать нельзя ясно поэтому объекты внутри функции передавайте по константной ссылке если же вы хотите чтобы эта функция была модифицирующей ну тогда просто да константную убирайте понятно обязательно запомните почему это так делается это экономит время экономит уменьшает количество ошибок не пользуется клонирующим конструктором вот я запретил вот решился вот эту проблему но это делают даже тогда когда клонирующий конструктор существует просто чтобы меньше было времени и всяких затрат все спасибо